С особым настроением День Единства Народа Казахстана отмечают в Приоралии. Сегодня в регионе в мире и гармонии проживают представители более 70 национальностей. О том, как козылординцы отмечают День Дружбы, Согласия и Понимания, расскажет моя коллега Райхан Тажибаева. Райхан, добрый день. Для жителей области обещают грандиозную развлекательную программу. Так ли это? Спасибо, Динара. Да, это действительно так. Буквально вчера козылординцы праздновали победу Ельбасы на президентских выборах. Ну а сегодня одной большой дружной семьей отмечают праздник Единства и Согласия. Все главные события сегодняшнего дня разворачиваются здесь, за моей спиной, на центральной площади города. Праздник начался с централизованного представления в Брлигэ-Жараскан-Казахстан, в рамках которого с концертной программой выступили творческие коллективы этнокультурных объединений области. Здесь же с самого утра раскинулся импровизированный этноаул. Под белоснежным шанраком представители разных национальностей знакомят гостей с традициями своего народа. С особым настроением 1 мая отмечает этнокультурное объединение славяне. Рядом со мной его представитель, его руководитель Щербакова Галина Сергеевна. Галина Сергеевна, буквально накануне вы вернулись в торжественной церемонии инаугурации президента. С каким впечатлением? Я переполнена огромной радостью, потому что не каждому выпадает такая честь присутствовать на инаугурации президента. Мы живем в прекрасной, замечательной стране, где проживают более 130 представителей национальности. И ни в одном государстве нет такого уникального органа, как Ассамблея народа Казахстана, которую возглавляет наш президент. Поэтому, наверное, у нас мир, дружба и согласие. И вот, когда мы были на инаугурации, он еще поставил перед нами много новых задач, где решаются 100 шагов выполнения нашего, построения нашего государства. И мы должны теперь это воплощать, и мы будем обязательно воплощать в жизнь. А с каким багажом сегодня на праздник пришло ваше объединение славяне? Что вы подарите казлардинцам? Ну, сегодня такая прекрасная, замечательная погода, и мы пришли с музыкальными, национальными нашими инструментами. Мы хотим порадовать всех жителей нашего города нашими музыкальными инструментами национальными, как гармошка, баян, мандолина, трещотки, очень много других разных мелких музыкальных инструментов. Мы будем петь и радовать наших жителей. Спасибо большое, с праздником вас! Ну, а подарки казлардинцам подготовили и местные власти. Объявлено открытие летнего сезона в городском парке культуры и отдыха. Организованы спортивные состязания, велопробег с участием профессиональных спортсменов и велосипедистов-любителей. Кроме того, во всех населенных пунктах региона сегодня запланировано проведение более 200 праздничных мероприятий. На этом у меня все. Остается только поздравить наших соотечественников с праздником, пожелать мира, единства и согласия нашему общему Дому Казахстану. Динара. Спасибо большое и вас с праздником! На связи со студией была наша корреспондент из Казалорды Райхан Тажибаева.